Здравствуйте, в эфире программа на женской половине. История этих общественных организаций насчитывает вот уже более 80 лет. В зависимости от сложившейся ситуации в стране, задачи и цели этих организаций менялись, но суть всегда оставалась прежней – защита прав женщины и помощь ей в сложной жизненной ситуации. Речь сегодня пойдет о женсоветах, которые немало сделали для реализации трудового женского законодательства в Советском Союзе. А в годы Великой Отечественной войны именно женсоветы организовали так называемые «огородные бригады», где женщины выращивали овощи и фрукты и отправляли их на фронт, в госпитали, детские дома и приюты. С 50-х годов прошлого столетия активность женсоветов снизилась, а в 60-е и 70-е годы и вовсе женсоветы куда-то подевались. Изучив историю вопроса, московские женщины решили возродить столь действенный и нужный орган, который бы помогал женщинам, детям и пожилым людям. Что такое женсоветы сегодня, чем они занимаются и кому помогают? Об этом нам расскажет президент Российского общественного делового сотрудничества «Женщин-московитянка», председатель Московского городского координационного женсовета Ольга Михайловна Кузнецова. Здравствуйте, Ольга Михайловна! Здравствуйте! Спасибо вам большое за то, что вы нас сегодня приняли в вашем женсовете. Будем говорить об этой организации, и я думаю, что многим женщинам интересно узнать и понять, куда же все-таки идти за помощью. Итак, женсоветы Москвы. Расскажите о том, как родилась эта организация, в чем ее задача и кому она помогает. Нашей организации всего три года. То есть мы еще на самых первых шагах становления. Но между тем, с радостью хочу отметить, что уже, хоть и срок короткий, но созданы женсоветы во всех абсолютно административных округах Москвы, в очень многих районах Москвы, на крупных предприятиях московских, в крупнейших вузах, в таких как Московский государственный университет, Международный университет в Москве и других. То есть студенты объединяются и хотят быть полезными нашему обществу. Ну и профессиональные объединения также входят в число наших женсоветов. То есть армия женщин-добровольцев значительно сейчас уже расширена. На самом деле, вот такие женские объединения, они создавались и ранее. И что удивительно, что в разные годы цели были разные, но они всегда были направлены на одно – помощь женщине, другой женщине. То есть взаимодействие, взаимовыручка. Почему это нужно? Вот мы с вами об этом сказали, что оказывается такая помощь или взаимопомощь, она нужна всегда женщине. В большей степени, в меньшей степени, с разным направлением работы, но она нужна всегда. А сейчас особенно нужна, поскольку вы знаете, что наша страна вошла в период кризиса. Кризис в экономике, кризис во взаимоотношениях, кризис доверия. И все это так или иначе прежде всего проходит на себя или пропускает через себя женщина. А следовательно, ей нужна помощь подруг, помощь коллег и помощь порой более опытных женщин, чему, собственно, и посвящена большая часть работы в наших женсоветах. И чем хороши женсоветы? Да тем, что они делятся этим опытом абсолютно бесплатно. Делятся в интернет-пространстве, делятся в общественных приемных, которые уже созданы в Москве. Делятся на тех мероприятиях, которые мы проводим. То есть фактически везде круг общения женщин и возможности их пообщаться и решить какие-то свои личные проблемы, она увеличивается. То есть увеличивается возможность быстро решить эти проблемы. Вот я бы сказала так, основная особенность современных женсоветов – это оперативное взаимодействие. Понятно, что решать сложные вопросы, которых немало, и проводить благотворительные акции без поддержки тяжело. Вот скажите, пожалуйста, кто вас поддерживает и кто является вашим партнером? Я с большим удовольствием хочу сказать, что основным нашим партнером является государственный орган – это Комитет общественных связей города Москвы. Они услышали нас, они поддержали нас и продолжают поддерживать. И вы представляете себе, насколько важно женщинам чувствовать, что вот плечом к плечу стоит госорган. Крупный, такой достаточно уважаемый комитет, который курирует всю работу общественных организаций, общественного сектора в Москве. То есть основные наши партнеры, поддерживающие наши программы и проекты – это Комитет общественных связей города Москвы. То есть все-таки государство идет навстречу женщине, пытается по возможности ей помочь, разгрузить ее от проблем. Конечно. Дело в том, что госорганы, они порой не решают наши проблемы не потому, что они не хотят их решать, а просто они порой не догадываются, что такая проблема стоит. И вот как раз женсоветы здесь, как помощники, они привлекают внимание представителей власти и говорят, а вот здесь женщинам тяжело или здесь в этой сфере нужно помочь и решить. И очень часто мы просто приезжаем в Комитет общественных связей и говорим, вы знаете, а вот теперь есть такая проблема. На сайте женсоветов Москвы я нашла фразу, которая написана в качестве отзыва. Если случилась беда, женсовет придет на помощь. Вот скажите, пожалуйста, с какими вопросами чаще всего обращаются к вам женщины, может быть, не только женщины, и всегда ли вы реагируете только на беду? Как вы реагируете на радость? Конечно, к нам чаще всего обращаются с проблемами и с бедами. Такая статистика есть, она уже нами ведется. Но не всегда, очень часто к нам обращаются с идеями, с будущими проектами, или обращаются женщины, которые хотят, например, посвятить себя какому-то бизнесу. То есть они хотят организовать малый или микробизнес и не знают, как это сделать. И тогда мы с удовольствием рассказываем им и отправляем их в те государственные структуры, которые занимаются и которые помогают реально женщине освоиться в новом для себя формате и с наименьшими ошибками начать работу вот в этой сфере. Но что касается проблем, какова статистика? Основное количество обращений – это, как ни странно, психологические проблемы женщин. Даже не правовая неустроенность и не бытовые проблемы, а все-таки психологические проблемы. Мы живем в мир замкнутости, разобщенности, в мир неустроенности, в том числе и, конечно, то, что я перечислила, и бытовые проблемы неустроены, и правовой защиты мы полноценно не ощущаем на себе и наши семьи. И все это, очевидно, большим грузом ложится на плечи прежде всего женщины. Женщины как матери, женщины как жены, женщины как дочери, поскольку часто женщина решает проблемы своих родителей. И, конечно, прежде всего мы обеспечиваем психологическую разгрузку. Это достаточно дорогое мероприятие, и женщина не может себе позволить оплачивать психолога так часто, как он ей нужен. Поэтому мы привлекаем здесь психологов-волонтеров. А вот психологические проблемы, вы сказали, какие именно? На первом месте это проблема одиночества. Одиночество коснулось женщин России любого возраста. Это и молодые совсем еще, вышедшие из школы, да даже школьницы приходят с такими проблемами. Это и женщины в возрасте. А уж что говорить о тех женщинах, которые только вышли на пенсию, и они столкнулись еще вот с этими проблемами одиночества, когда они вырваны из профессиональной деятельности активной, и порою уже вырваны из необходимости каждодневной заботы о своих детях. Там, конечно, проблемы одиночества наиболее обострены. Вторая проблема основная, то есть я считаю, что одна из основных проблем одиночества, это проблема женщин, подвергшихся насилию. В той или иной степени это в семье, это, может быть, даже в профессиональной деятельности, это женщины, подвергшиеся насилию просто в социуме. И такие женщины, вы правы, они за редким исключением обращаются в органы власти, в органы, так сказать, полиции. Такие вопросы я решаю достаточно давно. Почему? Потому что по первому образованию я экономист, и порой так вот складывалась моя судьба, что я начала решать вопросы экономической защиты женщин за много до момента образования женсоветов. А по второму образованию я юрист. И поэтому вот так сложилась опять-таки жизнь, что приходилось консультировать женщин и по правовым вопросам. Так что я вам хочу сказать из моего опыта. Опыт таков, что в России почему-то многие годы считали, что такой проблемы не существует вообще. А раз ее нет, то что ею заниматься? И акценты ставили, ну даже вот в уголовном законодательстве, да и в гражданском кодексе, они так поверхностно, там, по-моему, одна статья и все. Этого явно недостаточно, потому что случаи такие учащаются, и они, так сказать, имеют разные совершенные истории. И учитывать нужно все. Поэтому как юристы я вам хочу сказать, что мы далеко еще отстаем от законодательства европейского уровня или мирового, так сказать, мирового опыта. Пока еще мы подходим только к решению этой проблемы, изучаем ее, пожалуй, собираем статистику. И в этом опять направлении женсоветы, они очень помогают, потому что они дают обратную связь. Они придают огласке те случаи, пусть даже безымянные. То есть мы не называем имен, но мы говорим о том, что вот там-то такая ситуация произошла, и с какими трудностями столкнулась женщина. А давайте с вами еще посмотрим на эту историю с другой стороны. Предположим, женщина подверглась насилию в семье, а ведь ей на завтра выходить на работу. Эта женщина, она не может переступить через себя. Мы знаем, что эмоционально женщины, они в 9 раз сильнее, чем мужчины. И этой женщине, прежде чем провести свои чувства в порядок, на минуточку, она сильнее переживает это, чем любой мужчина. То есть ей нужно какое-то время для адаптации. И лучше, чтобы это время она провела наедине с психологом. Как минимум наедине с психологом. Так давайте с вами, ваш опыт и мой опыт, проследим, а сколько таких организаций, учреждений есть в Москве. Вот предположим, вы подверглись насилию вчера. Кому вы можете позвонить? Кому вы можете нажать одну кнопку или войти на один сайт? Где вы знаете такие случаи, чтобы эту ситуацию начали решать уже завтра? Нет. Раз, два. Да, есть какие-то государственные кризисные центры, которые сейчас создаются. И в частности, есть такой центр в Северном административном округе, с которыми заключен договор у женсоветов Москвы. Но таких центров мало, их работников не хватает. И когда наши женщины позвонили в такой кризисный центр, то их назначили там на следующую неделю. Женщина не может позволить себе. А за неделю можно все пережить, успокоиться. Да, ведь психологические проблемы нужно решать тогда, когда они возникли, а не через неделю, когда она уже спрятала эти проблемы, когда она их внутри каким-то образом постаралась загасить в себе. А ведь они где-то там внутри все равно есть. Проблема-то не ушла. Только профессионал поможет женщине избавиться от этой проблемы. И тогда она звонит кому? Она звонит в женсоветы Москвы. У нас есть одна особенность, очень важная, как я считаю, особенность. Если вы войдете на наш сайт, то вы увидите мобильные телефоны всех председателей районных женсоветов, окружных женсоветов. Где подобные вы видели? На каком сайте? Нигде. Там везде только в лучшем случае указана электронная почта или рабочий телефон. Ольга Михайловна, опять же обращаюсь к сайту. В разделе «Аналитика и экспертиза» сайта «Женсоветы Москвы» особый акцент ставится на гендерный аспект. И я обратила внимание на три пункта. У бедности женское лицо, влияние гендерных отношений на нестабильность финансовой ситуации, кризис и женщина. Ольга Михайловна, расшифруйте, пожалуйста, вот именно три этих аспекта. Что это значит? Действительно ли положение женщины в обществе так влияет на экономическое положение в стране? Первое, что знаем мы все, и что фактически уже не возникает у нас сомнений, в чем у нас не возникает сомнений, это что женщин в России больше, чем мужчин. И в трудоспособном возрасте женщин также больше, чем мужчин. То есть на минуточку надо сказать, что как минимум 51% трудоспособного населения – это женщины. И от того, насколько хорошо они будут работать, и насколько им больше предоставлена будет возможность трудиться, и насколько более квалифицированно будет организован процесс вхождения женщины в сферу профессиональной деятельности, настолько наша страна будет богаче. Это прямая зависимость. К сожалению, поскольку нас больше, оценивают наш труд ниже. И прежде всего, в ситуации, когда экономические проблемы возникают, в любом предприятии, прежде всего на дверь указывают именно женщины. Это тоже уже доказанный факт, и статистически он подтвержден. Поэтому мы занимаемся вопросом, связанным с экономической незащищенностью, правовой незащищенностью женщины-работницы. Да, к сожалению, должна сказать, что такие подобные проблемы стояли на рубеже нашего века, когда-то, в начале нашего века, в начале прошлого века. А теперь мы вернулись или скатились снова к этим проблемам. То есть наши уважаемые мужчины-руководители забыли, что женщины имеют равные права. И если встает вопрос о неком сокращении работников, то нельзя решать вопрос гендерным принципом. Если ты женщина, то ты меньше имеешь шансов остаться на работе. Мы считаем, что подходить надо только и учитывать профессионализм одного работника и второго работника. За последние сто лет женщина добилась значительного прогресса в борьбе за равноправие. Однако эта борьба еще далека от завершения. Это цитата из доклада ООН «Женщины». Ольга Михайловна, вопрос такой. А нужна ли эта борьба вообще? И не приведет ли завершение этой борьбы к тому, что женщины перестанут быть по-настоящему женщинами, а мужчины – мужчинами. И привыкнут к тому, что женщина стала сильной. Спасибо вам за вопрос. Это на самом деле очень сложный вопрос. Как женщине остаться женщиной, а мужчине остаться на своей позиции? Это на самом деле сложно, но это возможно. И примером тому являются очень известные женщины, которые и лидеры, и в то же время они женственны, а не пример для подражания. То есть мы уже поняли, что такое совмещение одного с другим возможно. Теперь стоит ли бороться за равноправие? Мы сейчас с вами немножко коснулись темы того, что у нас в целом мужское общество. И уж если брать статистику о том, кто занимает самые высшие должности в нашем государстве, то это в основном мужчины. И, конечно, мы чувствуем, что нам, женщинам, где-то не доверяют, где-то, может быть, недооценивают нас, где-то, может быть, просто считают, что при двух равных возможностях мужчина выигрывает. Нас это несколько обижает и удивляет. И мы считаем, что женщина имеет право занимать высокие посты наравне с мужчинами на любом уровне, потому что женщина ответственна, женщина не позволяет себе распускаться никогда. Да. Давайте сделаем параллель с семьей. Да, в семье есть мужчина, есть мужская роль, есть женская роль. Но в любом случае, когда возникает проблема внутри семьи, так или иначе, каждый член семьи норовит положить свою голову на плечо женщине и поплакаться ей в жилетку. И даже самый серьезный мужчина или высокий чиновник все равно обращается к женщине и обсуждает с ней любую проблему. Так ведь? То есть, почему мы считаем, что в семье можно доверять женщине решение проблем, а в государстве нельзя? Мы считаем, что можно. И мы считаем, что такая проблема есть одним словом, и бороться за равноправие мы будем. Хотя бы сейчас на уровне вице, пока вторым лицом, вторым лицом на уровне, предположим, управы. Глава управы мужчины, а его первый зам – женщина. Дальше берем параллель. В префектуре также префект – мужчина, но один из замов обязательно должен быть женщиной. И мы хотим, чтобы эти женщины были назначаемы как раз из объединения женсоветов Москвы. То есть, те женщины, которым мы доверяем, которые показали себя на поприще общественной жизни, которые доказали свою востребованность и авторитет среди женщин. Понимаете, мы хотим, чтобы женщины были назначены нами, женщинами, а не мужчинами. Позвольте нам принять решение, какая женщина достойна занять должность замглавы управы или зампрефекта и так далее. Позвольте все-таки женщинам самим в своем сообществе определиться с этим. Дорогие мужчины. Ольга Михайловна, и в заключении программы такой вопрос. Вы много делаете для других женщин, а что вы делаете для себя, чем себя радуете, чем занимаетесь в свободное время и как поддерживаете вот такой тонус и красоту? Ну, первое, это, вы правильно сказали, самая тяжелая работа — это работа с людьми. Поэтому, когда общаешься с людьми по 12 часов в день, то действительно где-то к вечеру уже моральные силы тебя покидают, и меня также покидают, и, конечно, чувствуется усталость. И тогда я иду в свою семью, нахожу внутри своей семьи знакомые глаза своих дочек, своих близких, и как бы растворяюсь. Понимаете, я снимаю с себя, вот когда прихожу домой, я снимаю с себя официальный пиджак женщины-лидера и становлюсь просто домашней, мамочкой, женой или доченькой по отношению к моей маме и так далее. То есть я такая же женщина, как и все. И, конечно, мне нужно восстанавливаться, и, конечно, мне нужно где-то поплакаться, кому-то уже летку и пожаловаться, а где-то просто посплетничать с кем-то, обсудить какую-то новость. Я такая же, и поэтому и расслабляюсь так же. Я очень люблю готовить. Это творческий процесс. То есть когда я дома, я начинаю что-нибудь такое изобретать, порой смешивать те ингредиенты, которые никогда не соединял, и получается нечто вкусное. Я очень люблю смотреть, когда мои близкие едят. Я люблю кормить людей. Вот. Это один из методов расслабления. Методов моего расслабления. Я очень люблю плавать. Я очень люблю закрыться и побыть сама с собой. Я очень люблю побыть в одиночестве. Просто закрыться и побыть самой с собой. Подумать. Вспомнить, что было в течение дня. Проанализировать. Может быть, построить какие-то планы на следующий день. А иногда просто посидеть перед зеркалом. Или померить какую-то обновку. Я этим очень снимаю стресс. Когда покупаю какую-нибудь очередную шляпку или какую-нибудь губную помаду. И мне здорово и классно. Хочу поделиться с вами секретом для поддержания здорового цвета и качества волос. Мне очень нравится смешать мед, яичный желток и немножко добавить масло. Ну, это масло может быть оливковое, может быть любое другое. Вот я это люблю делать по выходным. Нанести на волосы. И два часа ходить с таким ароматом. После этого я смываю с волос эту маску. И вы не представляете, волосы такие шелковистые, живые, здоровые. Классные. Я провожу по своим волосам и получаю удовольствие. Ольга Михайловна, спасибо большое за интересную беседу. После нашей передачи, я думаю, многие женщины поймут, куда им нужно обращаться за помощью. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. До новых встреч. Возрождение женсоветов продиктовано жизненной необходимостью. Эти организации нужны как воздух. Россия, пожалуй, единственная в мире страна, где доля женского населения превышает мужское более чем на 11 миллионов человек. Российские женщины – это те, кто учат и лечит. 80% учителей и 72% врачей в Российской Федерации – это женщины. А значит, именно в их руках физическое, нравственное и духовное здоровье подрастающего поколения и целой нации. Но это будет реально только тогда, когда сама женщина будет защищена и свободна от сложнейших проблем, связанных с бытом, личной жизнью, ее здоровьем, здоровьем ее детей и, конечно же, положением в обществе. А потому и решено такими женщинами, как Ольга Михайловна Кузнецова, возрождать женсоветы, где такие же мамы, тети, сестры, бабушки, подруги, соседки приходят на помощь прекрасной половине человечества. И помогают по возможности каждой женщине не заблудиться в лабиринтах повседневной жизни. Это была передача на женской половине. Я, Ирина Бреусова, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго!